здравствуйте дорогие товарищи слушатели с наступившим вас 2023 годом то есть новым годом в новом году мы решили продолжить изучение марксистской ленинской теории и сегодня хочу предложить вашему вниманию работу владимира ильича ленина которую он назвал о демократии слово демократии он взял в кавычки и диктатуре эта работа была написана в конце декабря 1918 года а точнее 23 декабря он подписал ее связана была с тем тема это была связана с тем что владимир ильич готовился к тому чтобы открыть или учредить все-таки в ближайшее время третий интернационал потому что второй интернационал как вы знаете с началом первой мировой войны а тут уже до среднего декабря она закончилась себя полностью обанкротил ясно было совершенно что он заражен оппортунизмом неизлечимым оппортунизмом и поэтому владимир ильич и другие коммунисты считали что необходимо создавать третий коммунистический интернационал который был избавлен от оппортунизма ну и перед этим за месяц до вот написания этой статьи владимир ильич помните написал очень объемную такую одну из главных его работ которую назвал пролетарской революции ренегат каутский где он там очень хорошо развенчал всех ренегатов как он их назвал своей работе тех оппортунистов которые уже ушли на услужение буржуазии вот в результате тех событий которые произошли в четырнадцатом восемнадцатом годах и поэтому здесь он опять же возвращается к вопросу что такое демократия в понимании оппортунистов немного и в основном как понимают демократию и диктатуру коммунисты и еще раз это подробно разъясняет и кое-где он продолжает критиковать не только тех оппортунистов но и соглашателей типа каутского и на них тоже ссылается как и в предыдущей работе ну и теперь конкретно о чем говорит здесь владимир ильич и что полезного для нас на сегодня можем взять из этой работы и так он говорит представители обанкротившегося второго интернационала все от шейдемана до каутского говорят о чистой демократии или а демократии вообще чтобы обмануть массы и скрыть от них буржуазный характер современной демократии пусть буржуазия продолжает сохранять своих руках весь аппарат государственной власти пусть горско эксплуататоров продолжает пользоваться прежней буржуазной государственной машиной выборы производимые в таких условиях буржуазия понятное дело любит называть свободными равными демократическими всенародными все эти эпитеты в кавычки ибо эти слова служат для сокрытия правды для сокрытия того что собственность на средства производства и политическая власть остается у эксплуататоров вот в этом именно основа мысли что несмотря на всякие заявления о свободах демократии и так далее собственность а стоит и политическая власть остаются у эксплуататоров и далее владимир говорит что поэтому о действительной свободе о действительном равенстве для эксплуатируемых то есть для громадного большинства населения не может быть и речи буржуазии выгодно и необходимо скрывать от народа буржуазный характер современной демократии изображать ее демократии вообще или чистой демократии маркс и энгельс когда они последний раз вдвоем подписывали предисловие коммунистическому манифесту это было говорит владимир в 1872 году считали необходимым особо обратить внимание рабочих на то что пролетариат не может просто овладеть готовой то есть буржуазной и государственной машиной и пустить ее в ход для своих целей что он должен сломать разбить ее и далее говорить о чистой демократии а демократии вообще о равенстве о свободе о всенародности когда раб все рабочие и все трудящиеся голодны раздеты разорены измучены не только капиталистическим наемным радством но и четырехлетней грабительской войной как раз война только закончилась месяц назад а капиталисты и спекулянты продолжает владеть своей награбленной собственностью и готовым аппаратом государственной власти это значит издеваться над трудящимися и эксплуатированными это значит бить в лицо основным истинам марксизма который учил рабочих вы должны использовать буржуазную демократию как громадный исторический прогресс по сравнению с феодализмом но ни на минуту не забывайте буржуазный характер этой демократии и и исторической условности и ограниченности не разделяйте суеверные веры в государство не забывайте что государство и при самой демократической республике а не только при монархии если что иное как машина для подавления одного класса другим то есть он усиленно обращает к марксу о том что пока существует классы государства служит к главенствующему классу классу который находится у власти и для подавления других классов далее владимир говорит буржуазия вынуждена лицемерить и называть общенародной властью или демократию вообще или чистой демократии буржуазную демократическую республику на деле представляющую из себя диктатуру буржуазии диктатуру эксплуататоров над трудящимися массами а марксисты коммунисты разоблачают и говорят рабочим и трудящимся массам прямую и открытую правду на деле демократическая республика учредительное собрание всенародные выборы и тому подобное есть диктатура буржуазии и для освобождения труда от капитала нет иного пути как смена этой диктатуры диктатурой пролетариата только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от гнета капитала от лжи фальши лицемерия буржуазной демократии этой демократии для богатых в состоянии установить демократию для бедных то есть сделать благо демократии доступными фактически для рабочих и беднейших христиан тогда как теперь даже при самой демократической буржуазной республике эти блага демократии фактически недоступны громадному большинству трудящихся теперешняя свобода собраний в печати в демократической буржуазной республике есть ложь и лицемерие ибо на деле это есть свобода для богачей покупать и подкупать прессу свобода богачей спаивать народ сивухой буржуазной газетной лжи свобода богачей держать своей собственности помещичьи дома лучшие здания и тому подобное диктатура пролетариата отнимет у капиталистов в пользу трудящихся лучшие здания типографии склады бумаги то есть то что и сейчас происходит то есть вроде как свободу нам заявляют но свобода для богачей для богачей покупать и под подкупать прессу свобода спаивать еще раз повторяю слова ленина народ сивухой буржуазной лжи далее диктатура пролетариата отнимет только она может отнять в пользу трудящихся все что создано трудом поэтому владимир ильич говорит это будет заменой фактической диктатуры буржуазии каковую диктатуру лицемерно прикрывает формы демократической буржуазной республики заменой диктатурой пролетариата это будет заменой демократии для богатых демократии для бедных это будет заменой свободы собрания и печати для меньшинства для эксплуататоров свободы собрания печати для большинства населения для трудящихся это будет гигантским всемирно историческим расширением Демократии, превращением ее из лжи в правду, освобождением человечества от оков капитала, искажающего и урезывающего всякую, даже и самую демократическую и республиканскую буржуазную демократию. Это будет заменой буржуазного государства пролетарским государством. Какова замена? Есть единственный путь к отмиранию государства вообще. То есть, государство возможно, как еще и Маркс говорил, и Ленин к этой мысли подводит, что государство возможно будет существовать до тех пор, пока существуют классы. Как только деление на классы будет преодолено, государству никакой необходимости не будет. Далее Владимир Ильич говорит. Ибо это единственный класс, который объединен и вышкален капитализмом, и который в состоянии увлечь за собой колеблющуюся массу трудящихся, живущих по мелкому жазному. Увлечь ее за собой или, по крайней мере, нейтрализовать ее. Потому что только сладенькие мещане и филистеры могут мечтать, обманывая этими мечтами и себя и рабочих о свержении ига капитала без долгого и трудного подавления сопротивления эксплуататоров. То есть установить диктатуру пролетариата, говорит Владимир Ильич, возможно только преодолевая сопротивление эксплуататоров. И далее, переходя к заключению этой работы, Владимир Ильич говорит. Революции, локомотивы истории, говорил Маркс. Революции быстро учат рабочих городов, батраки деревень. Быстро поймут измену делу социализма со стороны Шейтиманов и Каутских. Он опять не возвращается. Пролетариат отбросит прочь этих социал-предателей, социалистов на словах, предателей социализма на деле. Как отбросил он в России таких же мелких буржуа и филистеров, меньшевиков и социалистов-революционеров. Пролетариат увидит тем скорее, чем полнее будет господство названных вождей, что только замена буржуазного государства, будь то самая демократическая буржуазная республика, государством типа коммуны, о котором так много говорил Маркс, или государством типа советов, в состоянии открыть дорогу к социализму. Диктатура пролетариата избавит человечество от иго-капитала и от войн. То есть, вот эти заключительные слова Владимира Ильича Ленина, они как раз связаны с тем, что избавиться от иго-капитала и от порождающих капитализм войн можно только через диктатуру пролетариата. Вот, собственно, все, что я хотел вам доложить сегодня по этой работе Владимира Ильича Ленина. Пожалуйста, если какие-то есть вопросы или что-то необходимо обсудить, давайте попробуем. Можно с легкого вопроса? Вот Владимира Ильич пишет, что типа так и так с исчезновением классов исчезнет государство. А вот в Советском Союзе класс эксплуататоров исчез, остался только класс рабочих и крестьян. Эксплуататоров нет вообще в государстве. Да, значит, дело в том, что, значит, не преодолены были некоторые противоречия, хотя они уже были не антагонистические, но противоречия еще оставались между классом христианства, которое, как в основном, было объединено, как вы знаете, в колхозы, да, и, конечно, существовали противоречия у этого класса с пролетариатом. Это, во-первых. Во-вторых, были еще, опять же, не антагонистические противоречия в области труда, средств производства, особенно между сельским хозяйством и промышленностью, и в отдельных видах промышленности сельского хозяйства и так далее. И недостаточно были развиты. Это одна сторона, которая не давала возможности отказаться от государства, а второе, вторая сторона, которая не давала возможности отказаться от государства, это то, что социалистическое, это социализм, он не победил во всем мире, и он был окружен самым капитализмом вокруг, а поэтому государству в этом случае необходимо было для того, чтобы противостоять капитализму мировому, который окружал наше социалистическое государство. Вот так я могу это объяснить. Может быть, еще что-то? Можно еще что-то? Ну, так вот, кратко. Получается, что 70 лет все было-было-было государство, а потом, естественно, народ сбунтовался и сказал, хватит диктатуры КПСС, хотим демократии. Подождите, подождите, какую-то ерунду вы говорите. Причем тут народ сбунтовался? Союз разваливали. Так, Союз-то разваливал не народ, извините, а зародившийся капитализм, который возник в недрах бюрократии, которая у нас расплодилась и пыталась взять верх в государстве. Вот в чем проблема-то была, а не в народе. Тут неправильно оцениваете. Капиталисты, что ли, требовали демократии? Какой демократии требовали капиталисты? Разгон, разрушение Советского Союза шло под возглом о том, что у нас будет демократия. Ну, у них, у буржуев будет демократия ихняя. О чем говорил Владимир Ильич? Работники выходили, обычные, видовые, каждые. Это вам так кажется? Шахтеры выходили с плакатиками за демократию. Значит, это не подавляющее большинство рабочих, а те, кто были обмануты ложью этих, втянуты в это, обманывая эти, как бы, процессы разваливания социалистического государства. Это совсем не так просто, как вам кажется, что это народ вдруг развалил. Это совсем не народ, а именно возникшая буржуазия организовала, она организовала часть какую-то, причем не обязательно, рабочего класса там совсем было немного, в основном деклассированные элементы были организованы больше. Так, погодите, работа была еще, так сказать, Лениным написана уже больше ста лет назад. В Советском Союзе ее изучали, все прекрасно знали, это фундаментальная работа. Это вы, именно вот эту работа, которую мы сейчас. Да, да, да. Здравствуйте, Сестройка. И все опять кричат, диктатура и демократия. По поводу изучения работ Владимира Ильича Ленина, я должен сказать, что на этапе, когда, значит, уже пытались поднять голову те, кому социализм был не по нутру, то, особенно начиная с хрущевских времен, то Владимира Ильича, по себе знаю, пытались изучать очень однобоко. Только то, что выгодно было некоторым ребятам, которые были далеки от марксизма и далеки от того, чтобы социализм продолжал укрепляться и развиваться в нашей стране. И попытки эти совсем были как бы выдернуть то, что было удобно оппортунизму и капитализму из работ Владимира Ильича Ленина. И очень много было лживых толкований, в том числе, этих работ. Вот, что я могу по этому поводу сказать. Сложно, по-моему. Сложно, это очень непросто. Очень непросто, согласен. И сейчас продолжает оппортунизм этим же заниматься. Этой же чистой демократии и тем, что зачем нам диктатура проветрята, зачем нам революция, мы когда в парламенте когда-нибудь большинство вас завоеваем, и все, и красота, и будет вам социализм. За милую душу. Но что-то очень история показывает, что пока что никому не удалось через парламентское премие завоевать диктатуру проветрята. И марксизм учит тому, что это практически, не практически, а не только практически, но и теоретически невозможно. Вот так я это понимаю. Так, что, есть какие-то вопросы? Чата нам пока только привет передают с этой самой Северной Осетии. А вот так. Ну и Северной Осетии тоже привет от дальневосточных марксистов. Что, ни у кого вопросов не жил или нет? Не, ну я, как бы, я уже тут давно сижу, поэтому вопросов по данной тематике у меня нет ничего там. Он Ленин все правильно сказал. Это хорошо, что ты уважаешь, Владимир Ильич. Ну, не знаю, мне кажется, мы брали эту работу. Работа настолько фундаментальная, что ее отрицать, это значит, отрицать Максим. Правильно. Ну да, тут даже по 100 метров. Да. Саша пытался в заблуждении заценить. Нет, я не в заблуждении, я просто пытался понять, как, ну, ей такую работу можно было потом все в это, да, поверить, послушать и повезти. А, ну, может быть, то, что он там Каутского упадал, я так, значит, его любил или уважал? Нет. Я, во-первых, он Каутского здесь очень немного касался, а, во-вторых, я просто упустил это, потому что, ну, нам сейчас Каутский не так интересен, у нас сейчас своих оппортунистов хватает. Он его рассматривал специально как самую яркую врачу из того времени. Не интересен. Дин Каутский интересен. Ну, у нас просто в рамках, можно, конечно, я предлагал как-нибудь заняться изучением работы Владимира Ильича Олейна пролетарской революции Ленинга от Каутский, но пока отклика не нашел. Она большая работа, ее долго надо изучать, конечно. Пока отклика не нашел у слушателей. В общем-то, дело Каутского не погибло. Да, я понимаю. Я хочу бы говорить, что у нас сейчас оппортунистов хватает. Вот, относительно того, что вот участие трудящихся в развале Советского Союза и в крушении диктатура пролетаряна. Ну, очень практический пример можно было привести. Ну, можно пример привести. Жизнь нашей партии. Ведь нашей партии, как вот не кто-то уже это забыл, не знаю, ну, я напомню. В общем, был Авелиане. Авелиане, тюнгиз, да, был такой директор политический, да. Ты москвич? Нет, нет, москвич. Нет, это не москвич, кемеровский. Кемеровский. Да. Вот, как раз один из, ну, в кавычке я поставлю, выдающихся организаторов лобостовых шахтеров, которые из Кемера добирались до Москвы, стучали касками. Ну, был такой эпизод, да, в истории. Вот, ну, потом он, так сказать, немножко разобравшись, а он вообще-то человек непростой, достаточно глубокий и грамотный, кое в чем разобрался, а разобрался в том, что все, все, так сказать, вот их выступления, шахтера, было инспирировано. И он сыграл на руку просто, так сказать, враждебным силам, помог, помог в развале Советского Союза, но не свежей, Советской Власти. о чем он, так сказать, публично заявлял, я вам как следитель, поскольку о револиане вступил потом в нашу партию. есть у нас вопросик, кстати, из чата. Не перебил? Вы уже закончили? Нет, нет, нет. Тут у вас вопросик по теме как раз есть, товарищ под ником Мэлс спрашивает, когда начался самый минимальный отход от марксизма-ленинизма, причем при СССР уже. Ну, я так хочу сказать, что очень, ну, даже не минимальный, а вполне довольно сильный отход от основных положений марксизма-ленинизма начался во второй половине 50-х годов прошлого столетия, после смерти Иосифа Крестерионовича Сталина. И документально... Это сильный, наверное, минимальный, как бы там первую поползну. Ну, а минимальные отходы, они были как бы инспирированы Троцким, его деятелями, там, потом туда, когда Троцкого вроде избавились, там, пытались Зиновьев, Каменев и Бухарин, там, и Рыков, там, и прочие товарищи пытались свое понимание марксизма, близкого к оппортунизму протолкнуть, но, в общем-то, устояла партия в тот момент, в те моменты, особенно, вот, 30-е годы, в конце 20-х, 30-е годы, а вот, большие отходы уже начались во второй половине 50-х годов, когда сказали, что диктатура пролетариата больше не нужна, вот, и, в общем-то, и не только, вот, значит, политические ошибки были большие сделаны, но и экономические ошибки тоже очень большие были, начиная во второй половине. Продолжить все владенную.